привет мои дорогие с вами оксана и сегодня я продолжаю показывать вам американскую деревню по пути поговорю на интересную тему надеюсь что видео вам понравится и разговор окажется полезным для вас по используя удовольствием проведете вместе со мной время для тех девчонок кто может быть впервые на мою на мой канал попал скажу что я живу в американской деревне деревня небольшая 700 жителей в деревне есть абсолютно все и почты и магазины и рестораны есть школы и церкви в общем по российским меркам это поселок городского типа смотрите здорово и предлагаю вам сегодня поговорить на тему безопасности так сейчас зашла на почту и продолжу разговор конечно тема безопасности это наипервейшая тема которая должна вас сопутствовать по жизни все что бы вы ни делали куда бы вы ни попали первое что должно быть во главе вашего внимания это ваша безопасность ваше комфортное состояние все что касается именно вас или вашего здоровья вашего духовного здоровья вашего физического здоровья в первую очередь и в общем давайте обсудим эту тему сейчас я дойду до парка и уже в спокойной такой обстановке обсудим эту тему сейчас просто момент прогулки я показываю именно как живут обычные американцы в обычной деревне давайте встретимся в парке и так девчонки давайте продолжим разговор по поводу безопасности я начала рассказывать как дело обстоит в америке и в общем-то тема важная на самом деле действительно первое что вы должны учитывать находясь в любом месте и конечно же в момент переезда в любую другую страну первое что вы должны учитывать это то чтобы вы были в безопасности вот все что касается безопасности я вам сейчас расскажу в америке в моем штате в небрасске есть свободная продажа оружия наркотики запрещены здесь но оружие можно купить в обычном маркете и когда я только сюда приехала какое-то время прошло после заключения брака мой муж показал мне весь арсенал оружия которые у него находится в доме и это есть у каждого американца в доме есть оружие первый вопрос который он не замок раньше умею ли обращаться с оружием когда я ответила что да моя работа была связана именно с применением оружия в общем его эта тема устроила отпала и как бы нормально хотя бы этому не пришлось ему обучать меня что касается момента для чего оружие в доме он мне тоже объяснил показал закон согласно которого я могу применять оружие случае если какие-то нарушения моего личностного пространства будут произведены то есть если моей жизни будет что-то угрожать я могу убить человека если на мой участок на мою собственность кто-то постигнет я тоже могу применить оружие в общем в этом смысле закон в америке работает четко быстро и вопросов вообще никаких не вызывает вот это отличительная такая есть отличительный вернее момент работы законов в россии если скажем в россии я вам сейчас расскажу то что вы знаете сами если скажем вашу квартиру кто-то влонился в россии и вы не дай бог там убили человека защищая себя там свою жизнь своей собственности во вы ответите по полной программе отвечает тот кто убил и неважно при каких обстоятельствах возможно там вы получите меньший срок там еще что-то как-то смягчающие какие-то обстоятельства будут но все равно вы по закону ответить и в россии конечно прежде чем защитить себя свою жизнь с помощью оружия это нужно сто раз подумать прежде чем на курок нажать здесь это все гораздо проще и это я считаю одна из причин порядка которая вот здесь находится то есть я вам показывала девчонки там участки на которых лежат какие-то предметы вещи там я не знаю машины открытые могут стоять участки вот я скажем в своем доме муж оставляет две открытых машины и не загоняет их во двор не в гараж в общем-то на участке у нас там могут оставаться и какие-то и косилки по сути дорогие предметы но никто не постигнет зная о том что в случае чего он может быть застрелен вот этот страх на котором основан вот этот порядок я считаю очень важный момент но и я думаю что в россии скажем открытый доступ к покупке оружия не нельзя просто допускать у нас там настолько это все будет бородосрачно что не дай бог перестреляем все друг другу вот честно скажу здесь это такой фактор сдерживающий который работает и все прекрасно понимают что случае чего он может получить пулю как говорится и он останется с пулячей который выстрел ничего ему за это не будет он просто защищал себя и свою собственность вот так это все просто работает поэтому по поводу безопасности не нарушай и будет тебе счастье счастливой жизни в общем это основная суть закона который вот работает в плане защиты и безопасности вот так вот дело обстоит здесь вкратце конечно вам рассказала надеюсь что это было вам полезно знать интересно для себя узнать и что касается продажи свободное оружие здесь можно купить в любом маркете и не так дорого и в каждом доме есть оружие к этому относятся спокойно и никого не удивить тем что человек умеет применять оружие знаком с правилами применения оружия здесь все умеют использовать оружие здесь все имеют оружие и все уверенно своей безопасности и давайте продолжим наш разговор пожилая пара гуляли со своей собакой и зашли в сетку здороваться вот такое доброжелательное отношение между людьми здесь это в порядке вещей это как в культуре что ли я не знаю девчонки но доброжелательное отношение я испытываю на себе вот повсюду повсеместно куда бы не пошла и где приветствие везде пожелания хорошего дня в общем как-то так надеюсь что разговор был вам интересен приятен полезен в используя удовольствием провели вместе со время с вами была оксана всем всего хорошего пока пока